Как мы уже информировали, 3-4 марта президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Исламской Республики Пакистана Ибран Хана посетил эту страну с государственным визитом. В ходе которого были обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества и практического взаимодействия. Об итогах второго дня визита – видеообзор программы. Это событие марта 2022-го назвали знаковым в истории двухстороннего сотрудничества. Во второй день государственного визита Шавкат Мирзиёев провел в городе Исламабаде встречу с руководителями ведущих компаний Пакистана. В ней приняли участие главы Нишат Групп, Гецфарма, Пирамид Лоджистикс, Эжас Групп, АКД Групп, Вах Нобель Групп, Наджип Файбер, Сапфир Групп и многих других компаний, совокупные активы которых составляют свыше 40 миллиардов долларов. Во время зарубежных визитов глава нашего государства уделяет отдельное время для проведения таких встреч. Это демонстрирует деловым людям высокий настрой Узбекистана на взаимовыгодное сотрудничество и укрепляет их доверие. В ходе встречи отмечалось, что рыночные механизмы внедряются во все отрасли экономики, сняты барьеры, препятствующие развитию бизнеса. На основе новой стратегии развития продолжается работа по расширению присутствия иностранного бизнеса. Последние годы отношения между Узбекистаном и Пакистаном вышли на уровень стратегического партнерства. В частности, регулярные контакты налажены в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В последние годы объем взаимной торговли увеличился в пять раз. Несмотря на пандемию, товарооборот с начала нынешнего года вырос еще на 70%. В начале своего выступления президент нашей страны отметил плодотворные итоги переговоров с премьер-министром Пакистана. В ходе этого исторического визита мы подписали соглашение о преференциальной торговле. Договорились взять под особый контроль сотрудничества в области транспорта и транзита. Наша главная цель – создать систему беспрепятственных и скорейших поставок продукции между нашими странами, сказал Шавкат Мерзиёев. Выражена уверенность, что эти усилия значительно активизируют торгово-экономические связи и создадут прочную основу для доведения товарооборота до 500 миллионов долларов в ближайшие годы, а в дальнейшем – до 1 миллиарда долларов. По итогам прошедшего накануне визита президента Узбекистана бизнес-форума, в Исламабаде были достигнуты договоренности о реализации торговых и инвестиционных проектов на сумму 800 миллионов долларов в текстильной, фармацевтической, строительной, химической промышленности, банковско-финансовой и других сферах. Подчеркнуто, что все эти проекты будут включены в программу промышленной кооперации. Их реализация будет находиться под строгим контролем. Глава нашего государства призвал пакистанские компании наращивать портфель совместных проектов. «Сегодня я хотел бы послушать ваши конкретные предложения. Здесь собрались члены правительства, ответственные лица отрасли промышленности. Мы готовы рассмотреть создание всех условий гарантии, необходимых для вашего бизнеса в Узбекистане», сказал президент. На встречу участники обменялись мнениями о новых направлениях сотрудничества и возможностях в различных сферах. Обсуждены перспективные проекты. Одобрив планы деловых людей Пакистана, президент поручил ответственным лицам разработать дорожную карту, которая включит в себя все прозвучавшие инициативы и договоренности. Затем президент Шавкат Мерзиёев посетил национальный мемориальный комплекс «Монумент Пакистана». Он, расположенный в городе Исламабаде, занимает площадь почти 3 гектара. Открылся в 2007 году, после трех лет строительства. Его форму напоминает распустившийся цветок. Четыре больших лепестка символизируют четыре провинции Пакистана. Дизайн, рассказали руководителю нашей страны, вдохновлен архитектурой бабуридов. Здесь также действует исторический музей с большим количеством экспонатов. Президент республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев встретился сегодня в Исламабаде и с президентом Исламской республики Пакистан Арифом Алви. Прозвучали теплые слова приветствия. Выражено удовлетворение всесторонним развитием отношений стратегического партнерства между двумя странами. Подчеркнуто историческое значение нынешнего государственного визита президенту Узбекистана в Пакистан, который придаст новый мощный импульс дальнейшему углублению взаимодействия. Обсуждены актуальные вопросы последовательного расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. Президенты приветствовали достигнутые в ходе государственного визита в Пакистан договоренности. При этом отмечен имеющийся огромный потенциал для наращивания взаимодействия, в частности, в гуманитарной сфере. Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено аспектам региональной безопасности и ситуации в Афганистане. Шавкат Мерзиёев поблагодарил Арифа Алви за радушный прием, выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с предстоящим национальным праздником Днем Пакистана. И пригласил президента Пакистана посетить нашу страну в любое удобное время. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Стороны подтвердили приверженность к дальнейшему углублению многогранных отношений. Таким был второй день государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в Исламскую Республику Пакистан. Итак, государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в Исламскую Республику Пакистан завершился. Его итоги – это подписание солидного пакета документов, которые направлены на дальнейшую интенсификацию связей. То есть и дальше будет развиваться сотрудничество между деловыми кругами, реализовываться масштабные инфраструктурные проекты. Будет делаться все для того, чтобы наши страны и народы стали еще ближе. Сегодня же руководитель нашей страны вернулся в Ташкент.